Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта». Я ведусь все равно Полинсков, как обычно, в это время на телеканале «Универ ТВ». В ближайшее время я и мои коллеги расскажем тебе о самом интересном из мира студенческого и мирового спорта. Соответственно, сейчас коротко о том, что ждет тебя сегодня в выпуске. Автоспорт. Гонка на выносливость на Казань-ринг. Континентальная хоккейная лига. Первые матчи Акбарса в плей-офф. Казанские юлбарсы в чемпионате Казани по хоккею. Обзор матчей. Гость студии Алексей Ливанов. Обсуждаем прошедшие матчи юлбарсов в хоккее и говорим о последней части сезона. Сегодня у нас получается хоккейный выпуск, но перед этим поговорим про автоспорт. На этой неделе на автодроме Казань-ринг состоялся пятый этап гонок на выносливость. На старт двухчасовой гонки вышли машины в классе S1600 и Lada Granta Cup. Надежда Дик побывала на автодроме, посмотрела данные с заезд и сейчас вам подробно расскажет о всей борьбе, которая была на трассе Казань-ринг. В воскресенье состоялся пятый этап чемпионата Canyon Cup Two Hours Endurance по гонкам на выносливость. На этот раз на трассу Казань-ринг-каньон вышли 11 болидов, из них 9 класса Lada Granta Cup и 2 S1600. До начала состязания прошли административные, технические и медицинские проверки. Затем состоялся брифинг пилотов, на котором были обговорены правила заезда и некоторые исключения. После брифинга стартовала процедура квалификации продолжительностью в 30 минут, где каждый участник старался показать свое лучшее время. В командных заездах складывалось лучшее время круга каждого участника и высчитывалось среднее арифметическое. Проблемы у пилотов начались практически с самого начала. На 20-й минуте квалификационного заезда Рустам Фадхуддинов не вписался в поворот и вылетел с трассы в сугроб. В гонку он отправился без переднего бампера. По итогам квалификации весь первый ряд стартового поля заняли автомобили класса S1600. С пола стартовал Расуль Мениханов, показав результат в 2 минуты 12 секунд и 860 тысячных. Со второго места Татьяна Елисеева. Лучшим в классе Лада Гранта Ка показался экипаж Рустамов от Худдинова и Линара Залялиева. Их результат 2 минуты 30 секунд и 832 тысячных. Трасса сейчас весьма неплохая для зимы. Много участков асфальта, потому что трассу всыпали реагентом. Да, безусловно, есть какие-то скользкие участки. В некоторых поворотах очень неприятные торможения, когда сначала есть на асфальте, потом лед, потом снова асфальт. Ну так, в принципе, очень хорошая трасса для того, чтобы учиться контролировать машину. Стартовал основной заезд. Расуль Мениханов сразу оторвался на несколько секунд от преследователей и долгое время возглавлял пелетон. На протяжении всей гонки автомобили то и дело вылетали с трассы в снег. Некоторые выбирались самостоятельно, некоторых эвакуировали. Но все возвращались в строй, несмотря на сильные внешние повреждения. На 46-й минуте Расуль Мениханов неудачно вошел в поворот и автомобиль развернуло на 180 градусов. Пилот принял попытку разворота и задел два движущихся по трассе болита. Машины после инцидента получили повреждения, но, благо, смогли продолжить движение. На последних минутах гонки возникает борьба за первое место в классе «Лада Гранта Кап». Айдар Нурьев вступил в дуэль с Булатом и Жболдином. Оба пилота шли бок о бок. Жболдин обходит Нурьева в последнем повороте. Выходит вперед, после чего лопается переднее правое колесо. Булат Ижболдин смог довести машину до финиша после прокола первым в категории «Лада Грант». Айдар Нурьев – второй. Третье место занял экипаж под номером 11 – Роман Васильев и Тимур Валиулин. В классификации С-1600 первым финишировал Расуль Мениханов. Татьяна Елисеева пришла второй, отстав от лидера на два круга. Что вам сказать коротко о сегодняшней гонке? Она была очень непредсказуемая, изменение покрытия. Мы не очень хорошо провели квалификацию, но удалось в гонке найти хороший гоночный темп. Мы, собственно говоря, ехали стабильно, ровно, без вылетов. У нас был представитель нашей команды, также отлично все отработали. Мы нигде не попали, не уперлись в FT-кар, вовремя заезжали. Ну и в целом ехали. Ну у нас задача была, мы боролись за чемпионат, в принципе, в целом. Задачу выполнили на максимум. Сегодня забрали максимальные очки и по итогу всех этапов мы стали чемпионами. Надежда Дик, Илья Ковязин. Неделя спорта. Теперь переходим к хоккею и начнем с плей-офф континентальной хоккейной. Олеги Казанский Акбарс по итогам регулярного чемпионата занял первое место в своей конференции и поход за очередным Кубком Гагарина начнет с противостояния против Нижегородского торпеда. Амир Сабиров внимательно следил за первыми двумя матчами в серии и сейчас подробно расскажет, как там все было. По итогам регулярки Акбарс занял первое место на Востоке и в первом раунде плей-офф таблица свела их с Нижегородским торпеда. Серия стартовала 3 марта в Казани. Хозяева уверенно начали матч и быстро вышли вперед. На пятой минуте первого отрезка Артем Галимов с острого угла поразил ворота Андрея Тихомирова. 1-0. Ассистентами стали Тревор Мерфи и Артем Лукаянов. Дальше торпеда отодвинула игру от своих ворот, а Акбарс много ошибался. Вратарь Адам Рейдеборн часто выручал свою команду. Но не на 11-й минуте третьего периода, когда Крис Уидман мощно щелкнул от синей линии. Казалось, что вратарь парировал, но шайба все-таки просочилась в ворота 1-1. Основное время так и закончилось ничьей. А уже в середине первого овертайма вопросы о победителе решил защитник Акбарса Тревор Мерфи, который реализовал большинство с сильным щелчком с дальней дистанции 2-1. Казанцы повели в серии 1-0. Второй эпизод серии стартовал уже через день, также в Татнефть-арене. Акбарс выглядел свежее, чем в первом матче, чего только стоят три шайбы уже в первом периоде. Началось все с гола Виктора Тихонова на пятой минуте. Нападающий вошел в зону и щелчком поразил девятку ворота торпеда. Три минуты спустя Стефан Дакоста с помощью рикошета удвоил преимущество хозяев 2-0. А за полторы минуты до конца периода Патрис Корме доводит счет до крупного. Нападающий с пятака завкнул передачу Харри Песанина 3-0. На второй период тренер гостей решил выпустить второго вратаря. Петр Кочетков заменил Тихомирова, но это не помогло нижегородцам встряхнуть команду. Песанин выдал отличный пас на Даниила Журавлева, и тот не сплоховал. 4-0. Казанцы громят соперника. В третьем периоде Акбарс должен был спокойно доводить матч до победы в сухую, но одну все-таки пропустил. Иван Чехович остался на пятаке казанцев и разобрался с Тимуром Беляловым. 4-1. Конечный итог матча. Акбарс повел в первом раунде плей-офф 2-0. И серия переезжает в Нижний Новгород. А о том, кто вышел в следующий раунд, я расскажу вам на следующей неделе. Амир Сабиров. Неделя спорта. От континентальной хоккейной лиги переходим к чемпионату Казани по хоккею. Казанские юлбарсы, хоккейный клуб Казанские юлбарсы продолжает выступать в данном турнире. И на этой неделе успели провести два матча. Первый против хоккейного клуба «Гагарин». Второй против хоккейного клуба «Динамо». Евгений Алмазов подробно сейчас расскажет в своем обзоре, как юлбарсы смогли провести эти матчи на данном турнире. 3-5 марта в рамках чемпионата города Казани по хоккею «Шайбы» среди мужских команд сезона 2020-2021 сборная Казанского федерального университета провела два матча. Первый против ХК «Гагарин», а затем с ХК «Динамо». Обе встречи были совершенно разные по уровню подготовки и накалу страстей. Противостояние между КФУ «Гагарин» игра была поистине равная. В самом начале матча игру в свои руки взяла команда «Гагарин». И на восьмой минуте Руслан Низимаев открывает счет 1-0. А КФУ на протяжении всего первого периода ничего не могла противопоставить такой тактически подготовленной команде. Также КФУшников подкосила череда нелепых удалений и под занавес первого периода Нариман Волков увеличивает счет 2-0. Но во втором игровом отрезке КФУшники включились уже в игру. После третьей пропущенной шайбы с одиннадцатой по пятнадцатую минуту команда сборная КФУ забрасывает три ответные шайбы и делает счет 3-3. А игроки казанских юлбарсов Хакимов, Хафизов и Аманов дают шанс на победный исход матча. В третьем периоде не было такого обилия голов. На второй минуте ХК «Гагарин» вновь уходит вперед, а казанские юлбарсы вновь выступают в роли догоняющих. И в середине третьего периода Нурулин делает счет равным 4-4. После окончания основного времени команда явно подустал. И даже овертайм не помог выявить победителя. Исход встречи решался в серии буллитов. И здесь стоит отдать должное вратарю ХК «Гагарина», который и стал героем встречи. А победную шайбу забрасывает Константин Козырев и ставит жирную точку в матче 5-4. Матч с КФУ для «Гагарина» оказался не из легких. Ну, состояние тяжеловато. Все-таки КФУ для меня родная команда. Сам поиграл 9 лет за КФУ. И все-таки молодые ребята, они бегут хорошо, на хороших скоростях. Мы уже постарше, нам потяжелее как-то успевать за ними. Поэтому игра хорошая получилась. И овертаймы, и буллиты, и нервишки потрепали друг другу. Ну, в принципе, хорошая игра. Во встрече между КФУ «Динамо» особой интриги не было. Матч получился очень напряженным и богатым на голы. Но только для одной из команд. С самого начала «Динамо» соприжимали федералов, мешая им перейти в атаку. И уже на 33-й секунде Валерий Мурлатов забрасывает первую шайбу в ворота Федора Башкаева. К пятой минуте на табло показывала 5-0. «Динамо» впереди. КФУ пытается отыграться к контратаке, но соперники не собирались сдавать обороты. Федералы старались как могли. Но сильный напор соперников им пресечь не удалось. И с таким счетом команды уходят на перерыв. Во втором периоде «Динамо» продолжает отрываться от Юлы Барсов. Всего несколько минут потребовалось, чтобы сделать счет 7-0. В ходе напряженной борьбы сначала Александр Исламов, а потом Тимур Калемулин забрасывают шайбу в ворота КФУ. Федералы создают несколько опасных моментов у ворот соперника, но им удается среагировать на бросок, и они никак не дают КФУ сравнять счет. В третьем периоде «Динамо» также оказывается в эпицентре голевых событий. «Динамовцы» контролировали шайбу у себя и старались придерживаться своего плана, который работал и давал результат. Они добиваются своего, и на 36-й минуте Айваз Халиков уверенно идет в атаку. Шайба в воротах 9-0. На 39-й минуте Александр Мухин мощным броском отправляет шайбу в ворота Юлы Барсов. За несколько секунд до финальной сирены «Динамо» забивает гол. Артему Носову дается хлесткий бросок, который устанавливает окончательный счет этого матча. Опытные «Динамовцы» разгромили федералов со счетом 11-0. Евгений Алмазов, Диана Жданова, Глеб Неглати, «Неделя спорта». Что же, продолжаем нашу программу и продолжаем говорить о хоккее. Сейчас у меня в студии появляется Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич, добрый вечер. Привет, Роман. Ну что же, сегодня у нас получается такой хоккейный выпуск. Мы успели поговорить про Акбарс, успели проговорить про матчи в чемпионате Казани по хоккее. Вот хочется теперь от вас узнать по поводу чемпионата Казани по хоккее, как два матча провели, ваша оценка им. В последний месяц у нас выдался очень жаркий и яркий на хоккейные события. Сейчас идет стадия приближаемости к плей-оффу. Очень много игр. Тем более наша команда выступает в трех турнирах параллельно. Если говорить о чемпионате города, то данный чемпионат приближается к своему логическому завершению. У нас осталось буквально всего несколько игр. И по итогам этих игр будет сформирована пара для участия в Кубке Казани по хоккею. У нас есть неплохие шансы. Пока мы за чертой участников, но у нас не сыграны. Остались некоторые матчи, где мы планируем набрать очки и принять участие в новом турнире. Но если говорить о других турнирах, то у нас осталось буквально две игры в чемпионате студенческой хоккейной лиги. Сейчас на данном моменте мы входим в четверку, которая будет бороться за право называться себя чемпионами 2021 ученого года. И на этой неделе буквально мы стартуем первый раз в высшем дивизионе в рамках Единой хоккейной лиги в стадии плей-офф. Соперником у нас станет хорошая и сильная команда Тимихан из богатых сабов. Надеемся, что хотя бы домашние игры мы сможем отстоять, победить. Ну и постараемся максимум приложить усилие на выезде. По поводу команды хочется поговорить. Два матча было с Гагариным 5-4 по булитам, с Динамо 11-0. К сожалению, что не хватает команде, чтобы побеждать таких соперников? Наверное, здесь лично мое мнение такое, что в настоящее время для команды не хватает стабильности. Есть игры, где мы выдаем максимум и цепляемся за очки, но есть игры провальные. Но если говорить о Динамо, я бы не сказал, что игра очень уж плохая. Стоит отметить, что у нас ряд игроков ключевых, то есть буквально почти полкоманды приняли решение и не участвовали в этой игре. По разным причинам мы дали возможность поиграть резервистам. Ну а команда Динамо – это лидер чемпионата не только этого года, а вообще. Тем более они многократные победители чемпионата мира среди полицейских и пожарных. Поэтому команда сильная. Наверное, не стоит сравнить эти две игры. А если говорить с командой Гагарин, да, соперники наши были немножко удивлены. Мы довольно-таки неплохо провели встречу. Жалко, не повезло в серии буллитов. Но мы зацепили важное для нас очко в копилку нашу. Поэтому эта игра оказалась неплохой для нас. Ну что же, Алексей Николаевич, будем следить за вашими успехами на всех турнирах. Напоминаю, у нас сегодня в гостях был Алексей Николаевич Ливанов, главный тренер нашей хоккейной сборной. Алексей Николаевич, большое спасибо, что пришли. Спасибо вам. Ну и прежде чем закончить нашу программу, хочется обратиться к прекрасной половине наших зрителей, а именно к зрительницам. Большое спасибо, что вы смотрите нашу программу и хочется поздравить вас с прошедшим 8 марта. Всего вам наилучшего. Будьте всегда прекрасны, будьте всегда вместе с нами. Ну а девушкам-спортсменкам хочется еще пожелать, чтобы побольше приятных результатов вы нам приносили. А мы с удовольствием о них расскажем в нашей программе. Еще раз, девушки, с праздником, с 8 марта. Ну и на этом все. Вот такая у нас вода с неделя спорта. А что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Ромблинсков. Вы смотрели программу неделя спорта. Еще увидимся. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова